Всем привет! Меня зовут Настя и вы находитесь на канале, посвященном вязанию и теплым вещам, созданным своими руками. Сегодня воскресенье и я начинаю запись очередного вязального влога. Начнем мы его с того, о чем я говорила в последнем влоге. Я в прошлом видео рассказывала, что вяжу девочку крючком по описанию англоязычному. Рассказывала вам о всех этапах работы, о всяких трудностях. Но я сегодня готова поделиться с вами уже готовой работой. Девочка выглядит вот таким вот образом. И давайте поподробнее о ней поговорим. Когда я подключалась к вам в пятницу, у меня было связано платьице и оформлена вся головка, связана шляпа мухоморчик, оформлена личико, волосы. Но после того, как я завершила запись видео, я села, продолжила работу. Начала вязать корзиночку. Думала связать прям настоящую корзиночку, положить туда грибочки. Но что-то мне не понравилось, как она ее держала в руках. Поэтому я просто форму сплюснула и сделала сумочку вот таким вот образом. Она с клапаном и с небольшой вышивкой на длинных ручках. В тот же вечер я связала микро-мухоморчик из вообще совсем малюсеньких остатков пряжи китайской норки. На крючком примерно полтора размера. В общем, это было такое микро-микро вязание. Потом я еще успела связать ботиночки. Вязала их по описанию. Но единственное, там были какие-то пуговички. Я же сделала просто бантики акцентные, яркие. И повесила ей на шею маленькую-маленькую вот такую вот шишечку. Шишечка это была моим маркером для вязания. Я пожертвовала ради девочки маркером. Далее, вчера, в субботу, мне пришло оповещение о том, что приехали посылки из Китая. И мы с мужем пошли их получать. И в одной из посылок с какими-то мелочами китайцы непонятно с чего взяли и положили мне маленький деревянный топор. Ну, я решила, что это, видимо, судьба. Видимо, девочка будет ходить в лес с топором. И это такая лесная ведьмочка, маленькая. Что про нее еще сказать? А, еще у ручек тоже, у платья появились рукава. И получилась она вот такой вот действительно маленькой доброй ведьмочкой, которая собралась идти в лес. Зачем-то взяла с собой маленький топорик. Но я думаю, что это очень в мирных целях. Наверное, она там что-то собирала для того, чтобы сварить какое-то интересное зелье. Набрала махоморов. Что-то еще в сумочку положила. И идет куда-то своей дорогой. И я решила, что раз уж она такая получилась мультяшная, так похожая на героев мультиков и дзеки, то пусть ее будут звать тоже как-то необычно. Ее будут звать Луна. Вот такая вот добрая маленькая ведьма получилась. Ну, я вообще результатом очень довольна. Получилась симпатичная, необычная. И вообще не похожа на то, что я обычно вяжу. Ну, значит, первая игрушка крючком вот такая вот родилась. Можете меня поздравить. Что же случилось дальше? Вчера еще я решила, после того, как завершила вязать девочку, немножко пошить. Говорила вам о том, что мне нужен маленький органайзер дорожный для иголок. Объясню, для чего. Когда мы были с мужем в отпуске, я набрала с собой вязание, но совершенно не подумала о том, чтобы взять с собой обычную иголку и нитку. И что вы думаете, мы приехали в горы, высоко в горы, и у мужа порвались джинсы в таком месте, которым требовалось их зашить. А у меня с собой не иглы, не ниток. Иголка у меня была с тупым кончиком, шерстяные нитки, джинсы зашить такими нитями было невозможно. И тогда я поняла, что дорожный набор вещь все-таки нужная. И раз уж я человек творческий, у меня должен быть творческий дорожный набор. И я вчера его сшила. Шила я его по бесплатному мастер-классу. Все той же Татьяны Вечерней Посиделки, о которой я вам рассказывала. У нее в блоге есть мастер-класс бесплатный. И там нужно было распечатать прикрыки. И, собственно, получился вот такой вот органайзер. Немножко отсвечивает. Эту ткань я вам показывала в прошлом видео. Она такая красивая. Вы знаете, я решила, что буду пользоваться всеми самыми красивыми тканями сразу. Что им лежать? Пусть они превращаются в какие-то красивые объекты. Итак, значит, еще здесь есть такая бирочка я пришила. Железная овечка. Органайзер в большинстве своем сшит вручную. Здесь очень много деталей прошиты руками. И выглядит он вот таким вот образом. Вот здесь вот помещается маленькая катушечка, на которую обычно наматывают мулине. Я сюда намотала ниточки. Здесь иголочки, булавочка на всякий случай. И ножнички, которые я купила буквально несколько дней назад. Они помещаются в специальный отсек. Здесь использованы ткани, какие-то отрезы. Вот эта вот часть моей юбки льняной. Решила я ее сюда приспособить. Цветовое решение мне очень понравилось, как получилось. И здесь еще пришивные пластмассовые кнопочки. Вручную шилось, правда, очень много. И я, имея косую бейку, решила, что надо вспомнить, как ее делать самостоятельно. И с тканем взяла и скроила, вырезала косую бейку. Прошила ее частично на швейной машинке, частично руками. Я очень довольна результатом. Я думаю, что я еще немножко поближе покажу в каком-то фрагменте, как это выглядит. Очень милый, классный аксессуар. Я очень довольна тем, что я все-таки, наконец, его сделала. Маленький, места много не занимает. И все необходимое всегда можно будет взять в дорогу. Я любитель всяких таких вот прикладных штучек. И очень люблю всякие мешочки тканевые. Я ужасно не люблю пластиковые пакеты. И у меня в любую поездку собирается очень много всяких маленьких пакетиков и маленьких мешочков. И их никогда не бывает много. Но и вот такие аксессуары тоже очень пригодятся. Так, поговорили о вязании, поговорили о шитье, поговорим о вышивке. Сегодня с утра я проснулась и решила, что перед тем, как я начну какой-то новый проект на спицах, я вернусь к вышивке. У меня немножко гложит совесть, что я начала вышивать и никак не продолжала. Наверное, это обусловлено тем, что я начала вышивать на скатерти. И этот предмет очень не вписывается в мою жизненную рутину, в мой дом. Потому что даже на балконе у меня, прямо откуда-то из воздуха, все ткани впитывают грязь, пыль и все, что только можно. Мне было очень жалко, что я сейчас сделаю в скатерти и вот она так будет портиться и испортится она очень быстро. Я пока села дальше повышевать, думала, что же делать, как бы приспособить эту вышивку. Думала даже, может быть, вообще вырезать и повесить слово, которое вышиваю в рамку. Потом мне пришло в голову сделать шоппер, сшить из этой скатерти. Ну а потом на меня нашло озарение. Я поняла, что нужно просто взять и часть скатерти сделать центром, сделать ее центром. Покрывала в гостевую спальню. Я купила много квадратиков для петчерка, хотела делать целиком покрывал из них. Но как же здорово было бы вписать туда слово hello. И это будет такое отличное приглашение в гости для каких-то гостей, тех, кто приезжает к нам ненадолго. И покрывало будет об этом заявлять. И я села, и была так воодушевлена, была так рада тому, что я пришла к какому-то интересному решению, что слово почти готово. Я вышла его одним цветом. Еще хочу пустить контур какой-то контрастный. И думаю, что появится несколько пчелок. Вот такой вот элемент. Во-первых, красиво будет он в центре смотреться покрывалой. И обрамлен со всех сторон, он будет с симпатичными квадратиками. Почему нет? Мне кажется, это самая лучшая идея, которая могла прийти мне в голову. Поэтому я ускорилась и даю себе установку закончить с этим проектом как можно быстрее. Чтобы можно было его сочетать дальше с шитьем. Вот такие вот дела, такие новости. Еще я связала образец на кардиган. Сейчас я вам тоже его покажу. В данных я вам показывала два кардигана. И остановилась я все-таки на описании от Навита. Очень симпатичный там кардиганчик. Я связала образец резинкой на спицах 3,75. И что-то он очень дырявый. Он прошел в это. Пряжа практически не раскрылась. Я хорошо ее выстирала. Она стала очень-очень мягкой. Но полотно, видите, какое оно просвет. Я думаю, что я возьму все-таки спицы 3,5. И, возможно, сегодня сяду и начну его вязать. Начну я это делать или нет. Расскажу вам уже, наверное, завтра в завтрашнем включении. Но я думаю, что этот влог будет очень насыщен творчески. Разными-разными процессами. Мне захотелось, чтобы неделя была такой. Но еще во вторник у меня очень интересное мероприятие, о котором я расскажу вам уже попозже. До новых встреч. До встречи. До завтра. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В связи с тем, что у нас сейчас в очередной раз ограничили возможности перемещения по городу, у нас не ходит транспорт, я решила, что я извлеку из этого для себя какие-то плюсы и побольше всего успею сделать по дому и по творчеству. Ну и сегодня, проснувшись рано утром, я решила продолжить вышивку и закончила вышивать буквы. Буквы готовы целиком, я сделала контур желтым цветом, не очень он сейчас заметен на камеру, но вживую это видно очень здорово. Завтра я думаю, что намечу каких-нибудь букашек вокруг букв и буду тоже потихоньку вышивать. После того, как я завершила заниматься вышивкой, я вспомнила о том, что я вообще-то собиралась шить мусорник для шитья. Это такой просто мешочек, в который можно будет складывать всякие обрезки ткани во время кройки и во время шитья обрезанные нити тоже туда пойдут. И сегодня я его таки взяла и сшила. У меня оставалось немножко простроченных вот этих полосок от косметички, которую я сшила неделю-две назад. У меня кусочек уже строчный лежал, я все думала, что же, как же с ним обойтись. Я решила просто еще помиксовать лук с куточки и дострочить, дострочила, открыла YouTube, нашла там мастер-класс по вот такой вот корзиночке и в течение дня ее сшила. Вот такая вот она получилась, у нее есть один шов и она держит форму. За счет чего она держит форму? Дело в том, что я ее сильно уплотнила. Я, во-первых, использовала клеевой флизелин и еще использовала подложку для ламината. Как-то так случилось, что в хозяйстве осталось от первого ремонта подложка тоненькая-тоненькая такая. Я как-то где-то наткнулась на то, что ее используют при стежке в шитье. В два слоя ее сложила, все это наметала и не без труда ее пристрочила. Швейная машина не очень хотела идти по такой поверхности и пришлось еще добавлять полосы и по ним вести строчку по вот этой подложке. Но тем самым у мешочка есть вот такая вот хорошая форма. Вот такое вот дно круглое. Я уже начала использовать ткани, которые купила на прошлой неделе. Подкладка вот такого цвета розового. Мне кажется, она идеально сюда подошла. Ну и я уже начала использовать по назначению. Вот, кстати говоря, как выглядит подложка. И здесь уже лежат обрезки. После того, как я закончила шить, я, естественно, все убрала. Привела в порядок комнату, потому что когда я шью, у меня просто хаос творится вокруг. Я уже весь хаос устранила. И готовая вот такая вот мусорничка получилась. То есть еще у нее есть петелька симпатичная, петелька в виде вот такой вот тесемочки сантиметра. И в моменты, когда мне не нужно использовать мусорничек, его можно куда-нибудь будет подвесить. И, в принципе, его можно еще и вот так сложить. Немножко неровный, потому что я... Это не я виновата от ткани. Они, так как это обрезки, они не все ровные. И как легли, так легли. Но вообще мне понравилось то, что получилось. Я очень рада, что ткани нашли свое применение в каком-то полезном предмете. Очень даже симпатичном. Так что у меня теперь есть классный аксессуар для шитья. Во время шитья будет куда свалить всякий мусор. На этом пока еще не все, что я успела сделать. Вчера вечером я приступила к вязанию кардигана по описанию сайта Навита. И у меня уже есть, в принципе, даже какой-то прогресс. Я начала вязать спинку. Выглядит она сейчас вот так. Вот такая вот интересная резинка. Мне кто-то в комментариях написал, что она похожа на французскую. Я посмотрю. Возможно, она так и называется. В связи с тем, что этот вид, то, конечно же, резинку он не будет держать. Он расползется. Поэтому я начала вязать самый-самый маленький размер. Вяжу на спице в 3,5. Резинку связала на 2,5. Но вот оно точно расползется. Будет такой средняя посадка. Не очень сильная оверсайз. Но за счет того, что там еще будут красивые линии прибавок, я думаю, что полотно все равно будет красивое. Но цвет очень-очень осенний. Поэтому я приступила к этому процессу сейчас. Так как я небольшой любитель всяких узоров, оранов и коз, даже рапорт из двух рядов мне дался не сразу так гладко. Я очень много путалась. Но под конец даже набрала какой-то темп. И я считаю, что это неплохой вариант за вечер. Села вязать я где-то часов в 8. Ну, неплохо, неплохо. И сейчас предстоит просто вязать вверх полотно. Но идет оно, в принципе, очень даже неплохо процесс. И посмотрим, насколько я продвинусь с ним завтра. Завтра у меня в планах интересное мероприятие. Оно будет днем. Так что мы с вами завтра встретимся, наверное, сначала на мастер-классе, на который я иду. Ну, а потом уже, если я успею, запишу какой-то фрагмент для влога, чтобы рассказать, чем же я успела позаниматься сегодня. Поэтому у меня на сегодня все. Я пойду готовить мужу ужин. И вечером немножко повяжу и подключусь к вам уже завтра. Я решила, что пришло время попробовать что-то очень новое для меня, то, что я не пробовала никогда в жизни. И я пошла на мастер-класс по изготовлению серебряного украшения. Мастер-класс был разовый, и мы делали примитивное колечко. Процесс был очень интересный. Я даже не представляла, что серебро выглядит вот таким вот образом. Это палочка, и мы работали разными-разными инструментами. Была и газовая горелка, мы и плавили серебро, и всячески его деформировали. Потом мы его спаивали. Практически все этапы мастер доверял делать нам самим. Единственное, что я лично не делала, это не шлифовала, потому что меня предупредили, что металл очень сильно нагревается, это может вызвать дискомфорт в руках. Я решила, что я слишком чувствительна для этого, и поэтому не шлифовала кольцо, но все остальное делала сама. Так что я с собой очень горда и рада была попробовать что-то для себя новое. Ну и результат превзошел все мои ожидания. Привет, друзья! Сегодня вторник, вечер, я с такой приятной усталостью сейчас, день был очень-очень насыщенный, были дела всякие, и после я ходила на мастер-класс, делала серебряное кольцо. Я спрашивала в инстаграме у своих подписчиков, и пока никто не угадал, но вы делали такие интересные предположения, что те виды творчества, которые вы предположили, что я могла бы заниматься этим сегодня, мне очень понравились, и я бы даже действительно что-то из этого с удовольствием бы попробовала. Например, одна девушка написала, что возможно я делаю что-то из эпоксидной смолы, и я это никогда не пробовала, и было бы действительно интересно. Потом были предположения, что может быть я пошла на фотостудию на урок, но нет, и это я тоже никогда не пробовала и с удовольствием бы попробовала. Потом еще предполагали, что может быть я реставрирую мебель и работаю с деревом или с кожей, ни с тем, ни с другим. И я, можно сказать, не работала, хотя я умею немножко реставрировать мебель, а вот с кожей я пока не особо сильно знакома. Но давайте обо всем по порядку. Я сегодня завершила вышивку, вот такая вот она получилась, решила просто обрамить незатейливыми веточками слово hello. И теперь я думаю, что может быть на следующей неделе я приступлю к раскладыванию квадратиков для покрывала с техники петчерк, и посредине будет слово hello. По-моему, классная идея, как она вам? Напишите в комментариях. Долго об этом сейчас не буду рассказывать, потому что есть еще что рассказать. Я очень сильно продвинулась в вязании, у меня слетели петли, вот на такой стадии сейчас спинка, у меня уже пошли убавки от проймы, мне осталось вязать там не очень много, будет еще скос плеча, не уверена, что я справлюсь со спинкой за сегодняшний день, но пока все прекрасно. Сейчас кажется, полотно не очень большое, но я знаю, что оно растечется во все стороны, не будет уже таким фактурным, но тем не менее, я думаю, что оно будет красивым. Так что вот такая вот вязочка, я, наверное, еще поближе руками в кадре ее покажу, и покажу пуговички, которые я приготовила. Ну и давайте пару слов про мастер-класс. Я совершенно случайно увидела, что в студии, в которой я ходила на лепку глины, проходит мастер-класс, ведет его ювелир, девушка из России, русскоговорящая. Мне так понравилась идея, как только я увидела, что объявлен мастер-класс, я записалась на него, потому что никогда такого ничего не пробовала, с серебром не работала, мне было очень интересно, я периодически, когда бываю в ремонте ювелирных изделий, с трепетом и интересом отношусь к тому, что там делают, и я сделала колечко, невероятно, я не представляла, как это вообще происходит, это происходит очень интересно, работа из газовой горелкой, с ней я, кстати говоря, уже имела дело, когда ходила на индивидуальный курс по лэмфорку, по выдаванию стекла, здесь же мы паяли, плавили, серебро, было очень интересно, и я действительно довольна результатом, колечко моего размера, оно немножко такое фактурное, но я думаю, что я вам уже это показала, и я с удовольствием буду его носить, прямо вот греет душу, то, что ты сделал это своими руками, оно такое очень тактильно, приятное, оно неровное, шероховатое, и оно подвергалось чернению, чернила не я, шлифовала не я, потому что мастер сказал, что сама шлифовка не очень приятный процесс, и металл нагревается, я пару раз потрогав горячий металл, не была в восторге, поэтому на этом этапе я отключилась и не делала ничего сама, но в большинстве своем все делала я, и равняла, и придавала какую-то форму, и всякие зазубрины делала все я, так что, мне кажется, для первого раза это прекрасный результат, я люблю такие кольца с изъянами, и именно такое оно получилось, так что, вот такой вот был первый опыт, он был действительно очень интересный, могу сказать, что на следующей неделе меня ждет еще много всего интересного, это уже будет работа не с металлом, а с чем-то другим, но то, что я уже пробовала и решила, что пора повторить, так что на следующей неделе будут включения опять из этой же студии. Вот такие вот новости на сегодняшний день, я на самом деле очень устала, я после еще совершила невероятно длинную прогулку, и пришла домой, сейчас буду отдыхать, уже мечтаю приземлиться на диван, связанием с просмотром какого-то интересного фильма, ну и на этом я пошла, буду отдыхать, увидимся с вами уже завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я решила руками в кадре все-таки немножко показать полотно спинки, оно готово, у меня вот здесь вот остатки ниток для сшивания изделия, оставлены специально, сверху как выглядит, сверху небольшая вот тут вот горловина вывезена, скосы плеча не делаются, но есть пройма, пройма неплохая, посмотрим какая будет посадка, хорошо пока держит полотно резинку снизу, резинку снизу я взяла на спицах 2,75, и дальше перешла на 3,5 спицы, хотя нить толщиной 300 метров, я думала, что хотя бы немножко побольше можно будет взять размер, но нет, что-то полотно становится очень дырявым, поэтому на 3,5 и вяжу. Что-то я, честно говоря, пыталась здесь вспомнить, вязала ли я когда-нибудь на спицах более 4,5 плечевое изделие, и не припомнила ни разу такого случая, ну, видимо, такова моя судьба по поводу этой резинки, она, видимо, теперь какая-то модная, потому что на днях я в инстаграме еще наткнулась на модель такой резинкой, и не на дну, в разных-разных вариациях, лицевой стороны вяжутся 3 петли лицевые, 1 изнаночная, и то же самое делается с изнаночной, но наоборот, и вот получается такая вот структура, красивая, очень мне нравится, не сразу я, к сожалению, запомнила этот узор, но потом все пошло как по маслу, и с полочкой я справилась довольно быстро. Край я, как и в описании, провязываю первую петлю, тем самым у меня край никуда не убегает, и петли стабильные по краю, их будет удобно соединять. Если вы вяжете плечевые изделия сшивные, просмотритесь к этому методу, не снимайте в лицевом ряду первую петлю, а провязывайте ее, и тогда края у изделия будут стабильными. Я этим способом пользуюсь, и очень-очень часто, как-то я привыкла к англоязычным описаниям, и к описаниям игрушек, там всегда все петли провязываются в лицевых и в изнаночных рядах, поэтому я просто на автомате теперь это делаю, и это очень-очень удобно. Ну и давайте я еще покажу, что же будет акцентом в данном кардигане. Акцентом будут служить вот такие вот керамические пуговицы в виде желудей, которые, мне кажется, как нельзя, кстати, сюда подходят. Вот, наконец-то, они сфокусировались. Вот такие вот пуговички симпатичные, они не очень тяжелые. Их привезла мне подружка из Калининграда. Вот так вот называется фирма керамисты, которые делают и пуговицы, и всякие разные штучки. И вот я выбрала такие пуговички, они отлично подойдут под этот кардиганчик. Привет, друзья! Сегодня среда, давайте поговорим о том, чем же я занималась вчера и сегодня. Вчера я продолжила вязать спинку кардигана, и сегодня я ее завершила. Выглядит она вот так вот. Я приступила к вязанию полочек. Вяжу сейчас слевую полочку и решила, что я буду вывязывать планку цельновязанную. Лучше я ее потом как-то соединю на спине, потому что мне очень редко нравится, как выглядит планка, которая потом вывязывается резинкой. Мне больше нравится, когда линии идут все вертикально. Там есть много сложностей. Мы с моей подружкой Катей пообщались, поговорили на тему того, как же вывязывать планку. Она мне подсказала всякие хитрости. Вывязывать я ее буду полой резинкой. Это значит, что там нужно будет периодически поворотными рядами ее стабилизировать с полотном. Если вы не знаете, о чем речь, я, наверное, с разрешения Кати оставлю вам ссылочки в описании. Ну и решила я начать с левой полочки, чтобы не вывязывать сразу петли, потому что это уже и так перебор. Там много всего на полочках нужно делать. Там еще есть фигурные прибавки, убавки. Так что пока там показать нечего, очень мало провязала совсем, только начала. Но одна деталь готова. Я думаю, что я сейчас потихоньку буду двигаться. Ну и пока я в таком состоянии ресурса, мне хочется делать очень много всего, я решила, что надо это делать. Так как вчера я завершила вышивку с лого Хэллу, я решила, что пора начать какой-то новый процесс с иголкой в руках, новую вышивку. И как-то, не знаю, сколько в лого назад, довольно давно я вам показывала, что ко мне из Китая приехал набор для изготовления игольницы. У него была вот такая вот деревянная, очень хорошая основа. И в набор еще входила ткань, на которой нанесен рисунок, иголочки, мулинея, есть также даже набивка и клей. И я решила, что надо этот процесс запялить. И буквально, не знаю, за может быть час я успела сделать вот столечко. Решила остановиться, потому что иначе это бы могло быть сразу готовой работой. Тут очень все просто. Простые и легкие стежки, красивые мулине, цветовая гамма очень симпатичная. Ну и мне очень понравился процесс. И я вот, как видите, четверть уже завершила. Думаю, что я буду примерно столько вышивать каждый день. И довольно быстро это тоже станет готовой работой. Просто хочется уже получить готовый результат, новую красивую игольницу. Я думаю, что она действительно будет очень симпатичная. Еще там, кстати, и клеевой материал есть, который внутрь приклеивается. Клеевой дублерин. Вот. Так что вот такая вот работа тоже началась. Очень симпатичная. Мне процесс очень и очень нравится. С шитьем пока немножко приторможу. Завершусь вот этим и потом уже приступлю к шитью. Шитья в планах много разного. Я присмотрела мастер-класс на ютюбе по шитью чехла для ножниц. Когда я вам показывала свои комоды, у меня есть разные ножницы-портноски. Одни зигзаг, одни рабочие. Еще есть довольно давние ножницы, которые лежат просто так, без чехла. Я решила, что надо для них шить красивый чехол. Тем более, что там он еще и стеганый. А я к стеганым вещам ужасно неравнодушна. Поэтому, да, буду шить это в ближайшее время. И еще в перспективе шить какой-нибудь красивый проектный мешочек. Много всяких-всяких мелочей. Ну и потом приступить к покрывалу, который наметила. С ним, наверное, не так все быстро, но я буду стараться. Вот такие вот планы. Я сейчас побегу на кухню. У меня там печется экспериментальный сливовый пирог. Увидела в интернете, в инстаграме у кого-то из тех, на кого я подписан на рецепт. Ну, пойду сейчас проверять, как он там себя чувствует. Обещаю, что он будет вкусный и очень быстро готовится. Ну и завтра уже подключусь и расскажу, как дела с вязанием. Друзья, у меня произошла великая радость. Ко мне приехал журнал из Китая. Кто смотрел видео о планах на пряжу, тот наверняка запомнил кардиган с носорогами, которые я очень хотела связать. Так вот, этот кардиган находится вот в этой книге. Автор книги Эрика Такай. Я надеюсь, что я правильно произношу. И я с удовольствием с вами сейчас немножко эту книжечку полистаю. Описание, конечно, я показывать не буду, но красивые картинки с удовольствием. Но практически все они есть в Инстаграме у Эрики. Ссылочку на нее обязательно оставлю в описании к видео. Переходите, посмотрите. И давайте полистаем журнальчик. Он довольно хорошего качества, неплохого формата. На обложке девушка в очень симпатичных митингах. Вот таких вот с домиками. Мне они очень понравились. Я люблю домики. Мне кажется, это заметно. И давайте посмотрим, что же в книжке внутри. Начинается все... Обложка начинается с ее, наверное, самых известных сумочек. Ну, не знаю, у нее не могу сказать, что супер раскрученный Инстаграм, но я подписана на нее давно. И вот такие вот сумки с Интарсией, с котами. Мне кажется, ее просто визитная карточка. Так, журнал на китайском, но схема разобрать не составит особого труда. К сожалению, где его заказать, кроме как на китайском сайте Таобао, я пока не знаю. Возможно, когда-нибудь ее переведут, потому что она, правда, того достойна. Что здесь есть? Вот такой вот образ с сумкой, лимонами, Интарсик, вязаной спицами. Дальше здесь есть еще вот такой вот снут с белочкой, он будет поближе. И свитер очень симпатичный. И еще шарфик. Но здесь очень много сразу элементов, вязаных в образе. Мне кажется, это перебор. Но давайте посмотрим, что же здесь есть еще. Так. Оглавление. И начинаем мы с вот такого чудесного джемпера с Интарсией, с северным медведем полярным. Очень красивая, не очень простая Интарсия. Но мне очень нравится этот Миша. Посмотрите, как он шагает на переднюю часть изделия. Ну, просто невероятный. Очень мне понравился. Не знаю, может быть, когда-нибудь даже его свяжу. Классный пряжа. Здесь какая-то немножко пушистая. Мне она напоминает, наверное, чем-то Drop Sky, может быть. Или что-то такое шнуркового типа какую-то пряжу. Но цвет, конечно, у вас передается немного другой. Он в журнале. Свитер более бирюзовый, чем синий. Не знаю, почему такая странная цветопередача. Ну, ладно. Это не самое важное. Вот этот джемпер мне тоже очень понравился с цветами. И цветочек еще на спинке есть небольшой. Классно. Можно было бы связать действительно в двух цветах. Или даже добавить какого-то цвета. Но, повторюсь, это Интарсия и все не так-то уж и просто. Вот вариант цветной еще представлен. Тоже интересный. Вполне. Как вам? Такой джемпер мне, правда, понравился. И даже в этой цветовой гамме. Такой монохроме таком. Еще вот этот жилет интересный. В жилете здесь домики. Тут вот еще вышивка домиком идет. К сожалению, не очень все видно хорошо. Такой вот. Видите? Тут она показывает, что у домика у одного есть окошка. Мне понравилось. Я бы сделала этот жилет в другой цветовой гамме. Но вообще идея классная. Как он вяжется, я пока не посмотрела. Но он, в принципе, может стать таким очень классным акцентом в зимнем гардеробе. Далее идут те самые митинги. Вот такие вот. Черно-красно-бело-серые. Очень даже интересные. Я бы вполне такие хотела иметь в своем гардеробе. Немножко в другом цвете. Ну и как здорово образ. Здесь показан красные колготки. Черное такое оверсайз платье и митинги. Очень классно. Ну и сумочки. Любители котов. Посмотрите, какая прелесть. Сумки здесь из шерсти. И тоже сентарси. Здесь потребуется ни один и ни два цвета. Но мне кажется, они тоже весьма и весьма интересные. Сумка с лимонами. Эти лимоны не похожи на лимоны Мола Минс и на мою сумку. Потому что это спица, а у меня был крючок из жаккарда. А это снова интарсия. Ну цветовое решение интересное. Мне нравится. И вот еще лимончики переходят на заднюю часть сумки. Насколько она носибельна в городе, не знаю. Возможно, хорошо будет какой-нибудь девочке сумочку такую небольшую связать. Я пока не очень вижу такую сумку в своем зимнем гардеробе, так как она шерстяная. Но идею с интарсией всегда можно применить где-то в другом виде. Вот этот джемпер тоже интересен. Интересен он тем, что вот эти вот лебеди вывязаны какой-то мохнатой пряжей. И тем самым добавлены фактуры. Цвет тоже интересный. И можно его было бы сделать и черно-белым, и любым другим акцентным цветом. Вот вам еще классная идея. Вот этот вот снуд мне тоже понравился. Снуд с белками. Очень осенний. Можно было бы использовать всякие остатки пряжи в жаккарде. Можно было бы рядами разного цвета вывязать этих белочек. В общем, тоже неплохая идея. И жилет. Вот этот жилет мне тоже очень понравился. Он не сильно оверсайз. Мне кажется, что вообще жилеты это отличная тема на осень и зиму в гардероб. И здесь еще красивая резинка вывязана. Вот такая вот косичками снизу. И отделка сверху тоже такая. И цветовое сочетание мне очень даже понравилось. Вот еще интересный свитер с интерсией. Здесь использованы разные фактуры. И даже использованы пайетки. Такая милитари тема, но более женственная. За счет того, что здесь используются пайетки. Они немножечко сглушают брутальность свитера. И он становится очень даже интересным. Свитер с пироженкой тоже классный. Подойдет для какой-нибудь девочки. Здесь, конечно, работы немало. Но, в принципе, можно, наверное, вот эту пироженку взять и вышить поверху. Почему нет? Еще и сумка с пироженками есть. Потом есть вот такие вот интересные из мохнатой пряжи. Тапочки, кошечки. Тоже неплохая идея на подарок. На какой-нибудь праздник кому-то из близких подарить. Есть еще вот такой вот смешной шарф, сова. Здесь, скорее всего, не интерсия, а жаккард. Но он, по мне, немножко совсем для творческих личностей, которые любят очень оригинальные вещи носить в качестве аксессуаров. Я бы, наверное, такой не знаю, надела или нет. Потом есть жилет с кошкой. Здесь тоже используются фактурные разные пряжи. За счет этого кошечка становится объемнее. Вот такая вот забавная. Ну и вот он, гвоздь сезона моей носороги. Ох, я жду подмод Махеровой для того, чтобы начать вязать кардиган. Как только у меня появится пряжа, я быстро заканчиваю все проекты. Начинаю вязать кардиган с носорогами. Ну, очень он мне понравился. И понравился он вам. Я хочу сказать, что, пожалуйста, дождитесь того момента, когда я начну его вязать. И я кое-что расскажу вам. Но пока придержим эту информацию. Я хочу, чтобы его связала первая хотя бы я. Но потом, я думаю, что у многих из вас будет такая возможность. Он чудесен. Он просто чудесен. Мне добавить нечего. Это очень классная вещь в базовый гардероб. У меня будет болотно-серый. Но мне кажется, это сочетание тоже отличное. Дальше уже, по-моему, идут схемы, которые я показывать в видео не буду. Но надеюсь, что обзор этого журнала вас вдохновил, вам понравился. Напишите в комментариях, какая модель вам приглянулась больше всего. Я невероятно рада тому, что этот журнал появился у меня в коллекции. Все китайские, японские журналы, которые у меня есть, мне очень-очень пригодились. Из многих из них, точнее, я бы сказала, из всех я уже что-то вязала. И сейчас я еще сделаю анонс еще одного журнала, который приехал вместе с этим всем в комплекте. Если вы захотите, мы посмотрим на него в следующий раз. Журналом я в комплект заказала вот такой вот, Top Down Sweaters. Заказала его, потому что в комплекте они были очень по привлекательной цене. И здесь будут модели, вязанные сверху вниз, полосками различными, немножко модернизированные, разные модели. Если вам интересно полистать со мной этот журнал, поставьте видео лайк, напишите, что вам эта тема интересна. Привет, друзья! Сегодня утро пятницы, и я решила перезаписать часть разговора, который я записывала лицом в кадр вчера. Я рассказывала про деталь, про левую полочку, и что-то, мне кажется, я там такого понарассказала, что вы просто не поймете, о чем речь. Я там просто держу деталь в руках, но мне кажется, нужно нагляднее показывать, что же произошло. Итак, я просто... У меня был невероятный мозговой штурм позавчера и вчера. Дело в том, что я решила, что планку я буду вывязывать цельновязанной, а это прибавило столько-столько трудов, вы не представляете. Я никак не могла понять, как отзеркалить деталь, и у меня никак не получалось вывести линии в нажженном направлении, линии прибавок и убавок. Они, как видите, здесь очень фактурные, очень красивые. И они сначала у меня пошли не в ту сторону, потому что мне нужно было все, что написано в описании, как бы перевернуть кверх ногами. И у меня получилось это не то, чтобы не с первого раза, но не со второго, не с третьего, не с четвертого, а может быть даже только с пятого. И многие этапы я переделывала не раз. Вот каждый раз, как начиналось какое-то новое действие, я перевязывала много-много раз. Но в итоге все получилось как надо. Вот так вот выглядит сейчас полотно. Я уже приметала пуговицы для того, чтобы понимать, где мне нужно будет вывязывать дырочки на правой полочке. Что здесь было еще очень такого неприятного и странного? Дело в том, что по рисунку вот здесь, вот где я вожу спицей, присутствовало еще две петли изнаночные, а не лицевая. И когда я дошла примерно до вывязывания проймы, я поняла, что это выглядит не очень красиво. И взяла и спустила все-все вот эти вот петли, они были изнаночными, и заново их подняла лицевыми. Это трюк, который я не предлагаю повторять никому за мной, потому что я просто сидела, с меня текло 7 потов, я переживала, у меня были в рульках и не только спицы, и не одни, и крючок. Я все это поднимала, но в итоге сейчас вот эта петля, она не очень ровная, но я думаю, что она стабилизируется после ВТО, и все будет хорошо. Хорошо, значит, я сделала вот это, все-все-все спустила и подняла заново. Ну, потому что решила, что я не осилю снова заново связать эту деталь, и решила, что почему не попробовать таким образом ее исправить, но на этом исправления не закончились. Вот в этом этапе я как-то тоже неправильно повела линию с убавками. Вот здесь вот, везде, где маркеры, идут убавки, я это себе пометила, чтобы не запутаться, во второй полочке, и я не вывела вот эту вот линию, ее красиво она идет вот так вот вдоль наверх, я ее не вывела, и снова вот до этой стадии спустила все петли и подняла с учетом убавок все это заново. Ну, в общем, вы не представляете, это, наверное, заняло часа два все вместе, но в итоге все получилось, и я начала вязать вторую полочку, и с ней вроде уже таких проблем нет, хотя я думала, что это будет вообще нереально, но глаза боятся, а руки делают. Так что сейчас встретимся лицом в камеру и расскажу об успехах со второй полочкой. Еще раз привет! Давайте поговорим, как же успехи на утро сегодняшнего дня, и я на данный момент вот на такой стадии вязания второй полочки, правой полочки, я даже вывязала петли. Способ, конечно, очень-очень необычный, странный, это тоже, можно сказать, поворотные укороченные ряды, но я справилась, и все три дырки для пуговиц я уже вывезла, это очень радует, потому что хотя бы одним сложным моментом стало меньше. Сейчас уже идут при убавке на линии горловины, вот тут вот, и я с ней исправляюсь, я думала, что это будет, ну, невероятно трудно, потому что я ничего, как всегда, себе не записывала, я изменила что-то в описании, и ориентируюсь на вторую полочку, но пока все идет неплохо. Красивое полотно, мне кажется, что кардиганчик должен получиться отличным, я пока не смотрела, что там с рукавами, как они вывязываются, есть вероятность того, что там тоже какие-то фигурные прибавки и убавки, но я надеюсь, что в этот раз мне будет немножечко попроще. Еще предстоит вот эту планку потом уводить к спине, как это делать, я тоже пока не поняла, нужно как-то будет там, видимо, подцеплять и поднимать петли, как это делать, я пока не знаю, значит, буду учиться опять чему-то новому, но здесь я, конечно, попробовала уже столько всего нового, интересного для себя, надеюсь, что у меня это как-то зафиксируется в голове, потому что больше никаким способом я для себя это, как всегда, не фиксировала, но ничего не могу поделать с тем, что для меня вязание, в первую очередь, это творчество, а не какие-то технические характеристики, я вяжу и ничего не записываю. Поэтому продолжаю вязать, просто ориентируясь на полочку, которая уже была отвязана, надеюсь, справиться с этой работой сегодня и потом уже приступить к рукавам и к финальной отделке. Ну, с рукавами, думаю, что тоже не очень быстро процесс пойдет, еще я вчера немножечко повышевала, я решила, что каждый день буду немножко вышивать, и вот такой вот результат за два дня. Я запланировала каждый день вот по небольшой веточке вышивать, сегодня пока будет монтироваться влог, если у меня будет возможность от него отвлекаться, я буду немножко вышивать, и таким образом, если стабильно вышивать каждый день, то мне осталось еще три дня. И можно будет собирать игольницы, она очень красивая будет, я люблю такие маленькие аксессуары. Вот такой вот была неделя, неделя была настолько насыщенная, я, вспоминая все то, что успела сделать за эту неделю, думаю, что у вас возникнет вопрос, сплю ли я ночами, и вообще занимаюсь ли я чем-то кроме рукоделия, на самом деле очень даже да, просто сейчас нет возможности надолго и куда-то далеко выбираться из дома, потому что не ходит транспорт, и я решила, что я это время тогда посвящу каким-то своим хобби и делам, но дома никто не отменял ни уборку, ни готовку, ни все-все-все дела по дому, и еще я даже иногда дистанционно работаю. Просто какой-то тайм-менеджмент, видимо, присутствует. Я очень часто делаю несколько дел одновременно, пока, например, я что-то готовлю, я еще могу смотреть какие-нибудь видео, и еще одновременно у меня, например, будет стирка идти в это время, и вот так вот я дела, пока одно делаю, если в нем есть перерыв, я начинаю делать другое, но все это возможно только когда у меня на это есть энергия. Если у меня на это энергии нет, то, конечно, такого не будет. Видимо, на этой неделе продуктивность связана с тем, что энергии было больше, чем обычно. Так что я успела столько всего сделать, я успела и сшить маленький органайзер для иголочек в дорогу, и сшить мусорничек для шитья, и закончить одну вышивку, начать другую, сходить на мастер-класс по серебру, наполовину связать кардиган. В общем, неделя была, правда, очень-очень продуктивная, но я хочу вам пожелать, никуда не торопитесь, не пытайтесь угнаться за кем-то. Например, я хочу вас вдохновлять, но не хочу показать вам примером, что нужно жить в определенном каком-то темпе, он у меня тоже бывает разный, просто живите в своем темпе, делайте в удовольствие то, что вам нравится. И кажется, то, что мы умеем делать что-то своими руками, это настолько удивительно. Сколько всего можно успеть создать за целый цикл жизни, можно совершенно преобразить свой дом, преобразиться как внешне, так и внутренне. Я вам желаю, чтобы все это было в гармонии. Ну и если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк, пишите комментарии, я всегда рада с вами там пообщаться. Если вы вдруг заглянули на этот канал впервые, добро пожаловать, буду рада видеться с вами снова. Заглядывайте в гости ко мне в инстаграм, я периодически там тоже пытаюсь вас на что-то вдохновить. Жду вас в описании к видео, там, как правило, прописаны все полезные ссылки, все, что я упоминаю, я стараюсь дублировать информацию в инфобоксе. Ну и не знаю, когда мы с вами увидимся, но наверняка увидимся на следующей неделе. Буду рада видеться с вами снова. До новых встреч. Пока-пока.